Директора школ пробуют себя в новой роли. Сегодня они заняли места детей и знакомятся с программами детско-юношеского центра. Ну что, суфлёр у нас готов. Готовы запускать? Тишина, внимание, запись. Поехали. Привет. Добрый день. Читать суфлёр оказалось непросто. Зато возможность попробовать себя в роли спасателя вызвала больший энтузиазм. Это кабинет программы «Первая помощь». Здесь дети учатся необходимым азам действий в экстренной ситуации. Наклоняем под грудную клетку, подхватываем и наклоняем вниз. Подхватываем, потому что через какое-то время он потеряет сознание без дыхания. Мозг перестаёт работать без кислорода. И пять ударов между лопатками, ручка лодочкой. Директора школ знакомятся с Дюйц, чтобы после рассказать о нём своим ученикам. Хотя, как показывает статистика, каждый девятый школьник занимается по одной из программ детско-юношеского центра. Каждый год мы сотрудничаем с детско-юношеским центром. Такая программа, как мы и общество, у нас реализуется. У нас работает школьное телевидение, дети учатся здесь составлять программы, быть ведущими и так далее. Какие-то ещё программы я всё не упомню, конечно. Я для себя открыл много нового. Я не думал, что у вас так много программ реализуется, что у вас так много помещений, проектов и тому подобное. С нового учебного года записаться на одну из программ в Дюйц, а всего их 65, можно будет только через платформу «Навигатор дополнительного образования», где родители получат виртуальный денежный сертификат и смогут подать заявку на обучение. Новая система введена и в других учреждениях. Это Петровский дворец, Дом творчества номер два и Детский театральный центр. То есть на сертификате будут небольшие деньги, где-то около чуть больше тысячи рублей. Их можно использовать родителю именно для того, чтобы познакомить ребёнка с одной из программ одного из учреждений. Если ребёнок в этой программе успешен, если ему понравится, если он её освоил, то после этого он уже будет переведён на основную программу и заниматься до конца учебного года бесплатно за счёт муниципальных средств, как это было и раньше. Подробнее о новой концепции дополнительного образования и о том, кто и как сможет воспользоваться сертификатами, мы расскажем в нашей программе «Тема дня». Татьяна Кальдиева, Варвара Ермоленко, Служба новостей.